Доброе утро! Вчера мы говорили здесь с вами о целях, в которые уже раз. Затёртые до дыры истины. Сегодня хочу продолжить, кое-что вспомнить. Когда-то давно я служил на флоте, и был у меня такой случай, который открыл мне глаза на многие вещи. Я пошёл в море на корабле, в Индийский океан, надолго, на 9 месяцев. Корабль был, это было в советские времена, когда мы рьяно боролись с американским империализмом, и наши военно-морские силы противостояли друг другу в разных океанах. В частности, в Индийском океане была такая оперативная эскадра, восьмая оперативная эскадра, и вот я туда пошёл. С кораблём. Надолго. Корабль был специального назначения, переоборудован из лесовоза. То есть, не военной постройки корабля-то. И когда мы туда пришли, в состав этой оперативной эскадры, то есть с разных флотов туда разные корабли приходили, то командование эскадры выбрало этот корабль для того, чтобы поместить там штаб. То есть, руководство штаба, офицеры и адмиралы, которые проводили там жизнь, в этом Индийском океане, сделали его своим штабным кораблем. Но не сразу. Через несколько месяцев мы поплавали там. И корабль... Жарище, во-первых, страшное. Аденский залив, 45 градусов жары, и вышел из строя, неожиданно вышел из строя, кондиционер корабельный. Большой кондиционер, который обеспечивает холодом все помещения корабля. И вот он вышел из строя. У меня был приятель, механик, командир механической боевой части. И он плакался и жаловался. Мы с ним каждый день мусолили эту тему, обсуждали. Он, значит, расстраивался, что вот плохо в ремонте заводе сделали кондиционер. Он вышел из строя, и сделать невозможно. В условиях моря, вне завода, без специальных станков, без специальных приборов, там, и так далее. Сделать этот кондиционер невозможно, уверял он. И придется нам здесь попотеть, как говорится. И вот пришла села, и мы привыкли, жарище, ну, что делать? Русские, советские моряки на такие вещи внимания не обращали. Ну, жарко, ну что, ну, 50 градусов жары. Ну и что, ну, ты же на службе, тебе же за это 200 рублей дают. Короче говоря, терпели. И вот приходит штаб на корабль. А командовал эскадрой был такой вице-адмирал Исаков, я помню. Дядька такой, здоровый, волевой мужик. Ну, я был старший лейтенант, и издалека на все это смотрел. И он пришел, говорит, а почему кондиционер не работает у вас? А вот такая вот причина, невозможно сделать. Он говорит, сделать. Я вам приказываю сделать. Товарищ адмирал, это невозможно. Это по техническим условиям. Это вообще, это нонсенс. Нельзя сделать в условиях Индийского океана на этом корабле работающий кондиционер. Отремонтировать невозможно. Он говорит, я вам сказал сделать. Даю вам срок неделю, чтобы было сделано. Проходит неделя, ничего не сделано, бьются. С утра до ночи работают, но механик мне приходит и говорит, алле, дохлый номер, ничего не сделает. Значит, вызывает этот командующий, командир этой эскадры, командира корабля. Говорит, я не понял, почему до сих пор не работает кондиционер. Я же вам дал срок. Но все пришли с выкладками, с чертежами, повели его туда, показывают, что это невозможно. Говорит, да мне плевать, возможно, невозможно. Я приказываю вам сделать, чтобы работало. Вам плавать еще 8 месяцев, 7. И вы будете без кондиционера, сдохнете здесь, чтобы работало. Все, еще вам сутки даю, если не будет сделано, я вам такое устрою. Вы мне тут... Ну, самодур, ну, самодур, идиот, просто кретин. Все возмущены, ну, просто терпение на пределе. Этот механик плачет, значит, здоровенный мужик, не бритый, не спит, не ест, не пьет. Там, в этой, внизу, в машине с этим кондиционером возится, пытается сделать, но невозможно. С других кораблей механиков собрали, консилиум, то есть все, нет, нельзя. Докладывает этому адмиралу, значит, невозможно сделать. Я вам сказал сделать, значит, сделать. Будет сделано. Все возможно, все можно сделать, я приказываю. Что от меня требуется, давайте я вам помогу. Какие надо запчасти, там, фреон, там, что угодно. Специалисты. Вон, океан большой, наши советские корабли ходят. Любые. Остановим рыбака, пассажира, значит, любой корабль остановим, заставим работать, пульс работает. Сделают. И вот началось. Идет гражданский корабль, везет контейнеровоз, ведет, его тормозят, военный корабль тормозит, шлюпка. Специалистов снимают, приходят на наш корабль, возятся. Нифига, ничего не могут сделать. Я утром выхожу, в 4-5 утра, пока еще так более-менее прохладно, лежат на палубе эти грязные механики, спят, в трусах, в повалку спят, на холодном, на прохладном, на палубе, на этой. Пытаются сделать. Нет, невозможно. Нельзя сделать. Он вызывает командира корабля и говорит, тот не жаловался потом. Так, тебя отстраняют от должности командира корабля, сам замещаю тебя. Тебе заниматься только кондиционером. Даю вам 3 дня. Если за 3 дня не будет сделан кондиционер, объявляю в боевую тревогу. И весь экипаж будет сидеть по боевой тревоге на корабле. И пока не сделают, никто не отойдет со своих постов. Боевая тревога это предельная высокая степень готовности к бою, когда каждый на боевом посту, отойти невозможно, ни пописать, ни покушать, ни попить, никуда нельзя. Каждый сидит. И до тех пор, пока отбоя не будет. Это уже предел. И вот 3 дня, круглые сутки делает, и нифига не делает. Ничего не получается. Ему докладывают, что невозможно. Он говорит, я сказал, сделайте, будет сделано. Делайте, мать вашу, делайте, делайте, я сказал, идите отсюда, делайте. Механик плачет. Дядька взрослый говорит, ну это же идиот. Ну, ну, даже, даже, даже представить, что это возможно сделать, что можно отремонтировать здесь в условиях корабля. Это надо всю машину перебрать. Это надо, вот эту холодильнюю. Ну, короче, он там, я технические детали не знаю. Короче, он убеждал меня, что невозможно. И вот, проходит 3 дня. Никто, весь экипаж, значит, занят этим делом. И ему докладывают, нет, товарищ адмирал, невозможно сделать, мы не сделали. Он говорит, так, все, я вам сказал, боевая тревога. Объявляется боевая тревога. Все бегом бегут по постам. Механики толкутся в машине, делали эту машину. Эту холодильнюю, эту установку. Заработала машина. Сделали. Каким чудом? Что придумали? Как мысль повернулась? Какие технические устройства применили? Какие новшества, ноу-хау ввели? И что сделали? Все последующие месяцы, которые мы провели в Индийском океане, исправно работала холодильная установка. И кондиционер. И мы были в прекрасном состоянии духа. И у нас было прохладно в каютах. И мы жили как люди. И вот тогда, слушая вопли, крики людей возмущенных, разозленных, обиженных, оскорбленных, действительно вкалывающих, не евших, не пивших, грязных, чумазых, недосыпавших. И вот они кричали, что невозможно, а один какой-то самодур, какой-то кретин, который вбил в себе свою пустую голову, что это можно сделать, стоял на своем, используя свое право командовать, и он дожал ситуацию. И люди вывернулись и сделали. Я тогда мало чего соображал, с точки зрения осмысления своей жизни, мне было немного лет, но тогда я сделал для себя очень важный вывод. Все возможно. Можно сделать все. Если ты сильно хочешь, можно сделать все. Все возможно верующему, написанному в Библии. Все возможно. Только бы ты поставил себе цель, знал, что надо сделать, и был устремлен к ней вот с такой силой, как вот этот адмирал. Я его зауважал, страшное дело. Потом, через много лет, я уже был капитаном первого ранга, я встретился с ним. Он был уже такой старенький. Но он служил еще на охоте. Я ему напомнил этот случай, был такой крейсер Слава, мы были на крейсере Слава, который собирался в Мальту для встречи двух президентов. Давно это был. Короче говоря, я ему напомнил этот случай, ему было приятно. Ему было очень приятно. Но для меня это был урок на всю жизнь. И поэтому, поэтому я теперь знаю, если ты чего-то действительно захотел по-настоящему, если ты решил, что ты до этого достигнешь, или ты подохнешь здесь, или это будет, или ты сделаешь, придешь к этой цели, или на этом закончится твое существование. А в обязательном порядке этого можно сделать. Так что действуйте. Нам не надо кровавых слюней, нам не нужны такие страшные жертвы. Нам всего-то навсего надо наловчиться в течение, поставить себе срок наловчиться в течение года, за один год, научиться в бизнесе зарабатывать, ну, хотя бы 2-3 тысячи. Построить такую организацию, чтобы в месяц она давала 2-3-4 тысячи долларов. Если вы это сделаете, дальше уже автоматом все покатится. Если вы правильно построите свою работу. Вот на чем надо сконцентрироваться. Я желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует...